МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В городе все теплее и теплее. Готовы ли быстротоки к пропуску большого количества воды? Патриотический триатлон – новое слово в мире патриотических игр на Уральска. Участниками соревнований стали не юные жители города, а студенты колледжа и педагогический состав школы номер 40. Детские пальчики с аккуратностью заскользили по клавишам фортепиана. Так юные пианисты встретили традиционный конкурс мастерства «Фортепианная миниатюра». Весна уже полновесно вступила в свои права. Снег постепенно тает, а это значит, что впереди период весенних субботников. Очистка округа в весенний период стала одной из тем заседания постоянной комиссии Думы округа по ЖКХ и муниципальной собственности. Что еще обсуждали народные избранники, знает Виктор Малышев. Основной вопрос повестки этого заседания комиссии – благоустройство и очистка города в весенний-летний период. Работы предстоит много. Это и ремонт дорог, и реконструкция инженерных сетей, и благоустройство общественных пространств. Общее финансирование на эти цели по сравнению с прошлым годом сохранилось примерно на том же уровне, даже с учетом того, что бюджет достаточно напряженный. Четыре вопросы, которые будут выноситься на заседание, очередное заседание Думы Новорольского городского округа. Наверное, самый такой ключевой вопрос, который актуален для города, для жителей – это благоустройство и уборка его территории в весенний-летний период. Традиционный вопрос. Председатель комитета КЖКХ Антон Анатольевич Угоденко нам озвучил достаточно серьезный план мероприятий. Это по ремонту дорог, по ремонту проездов, по очистке территорий, по благоустройству территорий. В целом, можно сказать, что, несмотря на такой более сжатый бюджет, средств в этом году в бюджете меньше в распоряжении, чем в прошлом, тем не менее, объем средств в целом, затраченный на эти статьи расхода, остается на уровне 2022 года. То есть депутаты и администрация нашли средства, чтобы выделять такой же объем средств на работы по благоустройству нашего города. Очистка города – отдельная тема. Уже совсем скоро снег окончательно растает, и придет пора подготовить округ к майским праздникам и предстоящему лету. Старт субботникам предполагается дать уже 1 апреля. Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Евгений Куйвышев. Новоурайск отставать не планирует. Наш город будет не менее красивым, чем в прошлом году. Ну и, пользуясь случаем, может быть, надо пригласить всех жителей активно поучаствовать в традиционных весенних субботниках, выйти на прилегающие территории, дворовые территории учреждений, как муниципальных, так и частных, ну и общими усилиями сделать наш город более чистым, убрать его от этого мусора, который, возможно, накопился под снегом. Так как погода теплая, то, возможно, субботники уже можно будет начинать. Поэтому все на субботник. Также один из вопросов касался изменений в перечне муниципальных унитарных предприятий и учреждений. Муниципальное бюджетное учреждение дорожно-коммунальная служба сменила форму и теперь является муниципальным казенным учреждением. Эти и другие вопросы будут вынесены на основное заседание Думы, которое состоится 29 марта. Виктор Малышев, Антон Пылаев, Новоуральская обещательная компания. Еще одна важная составляющая весенних дней – противопаводковые мероприятия. В Новоуральске они проходят по разработанному плану. На сегодняшний день говорить о паводках рано, ведь основная масса снега, которая лежит в лесах, еще не начала таять. И все же меры уже принимаются. Как проходит подготовка быстротока реки Бунарка, расскажем далее. Реки Бунарка и Ольховка – наша опора, ведь и не каждый год спасают нас от большого количества воды, которая появляется после ливней, после зимы, когда тает снег. Например, в Бунарку вода попадает через ливневые канализации только с территории города, которые находятся на тротуарах и дорогах. Но свободны ли быстротоки и нет ли там мусора? На сегодняшний день ИП Малоярова осуществляют чистку в трех местах. Это наиболее, скажем так, опасные участки с нашей точки зрения. Это слияние Бунарки и Ольховки в районе Империала. Там вырубается поросль, наросшая в русле реки, в районе Первой проходной. И там, где у нас мосты, там тоже у нас произошло зарастание русла реки. И это тоже сейчас мы подрубаем. Плюс после того, как сойдет лед с русла реки, будет оттуда убран крупногабаритный мусор. Сотрудники управления городского хозяйства каждое утро объезжают опасные точки, где происходит затор воды из-за таяния льда. А Дорожно-коммунальная служба, согласно всем планам, ведет активную очистку снега в водопропускных труб для того, чтобы вода могла пройти по тем местам, где предусмотрено это городской архитектурой. В данный момент они активно занимаются уборкой снега по обездному шоссе в сторону горнолыжки нашей. Вскрывают кюветы, вывозят снег, вскрывают колодцы, проливают. Также на сегодняшний день они в общей массе закончили проливку колодцев ливневых, чтобы шел прием воды с территории города в ливневую канализацию и сбросы. Все плановые мероприятия на сегодняшний день выполняются согласно графику. Городские организации, причастные к профилактическим мероприятиям против паводков, делают все, чтобы не допустить их появления. Алексей Кузнецов, Геннадий Донбузов, Новоуральская обещательная компания. Создание комфортной среды важно не только в черте города, но и в сельских территориях. Так, в деревне Починок, которая входит в структуру Новоуральского округа, планирует облагородить парк. Подробности расскажет Анна Акрамова. В небольшой деревне Починок есть парк Победы. Эта территория любима сельчанами. Каждое 9 мая здесь собираются жители, чтобы почтить память предков и возложить цветы. Но и в другие дни эта территория является центром притяжения сельчан. Вопрос благоустройства парка Победы актуален. Эта площадка давно требовала современных обновлений. В план главы нашего округа включено мероприятие по формированию городской комфортной среды на территории Свердловской области среди населенных пунктов. В деревне Починок, вот именно в парке Победы, предполагается создать места отдыха для населения. В парке Победы будут созданы зоны, зоны, где мы будем чествовать ветеранов, зоны отдыха для детей. Это детские площадки, спортивные, дорожки, скамейки, вазоны, цветы. Но полностью обустроить этот парк. Территория позволяет, зеленые насаждения будут сохранены, еще как бы улучшены, будут другие зеленые насаждения посажены. Поэтому данная территория как бы более подходит, здесь будет новое ограждение. И поэтому, я думаю, для населенного пункта деревни Починок, где у нас очень много мамочек с колясками, где можно прийти, отдохнуть, посидеть, на качельках покачаться, очень нужное мероприятие. Благоустройство пройдет и в рамках программы «Комфортная среда». Напомним, что с 22-го года она была расширена по решению губернатора Евгения Куйвышева. И исключительно за счет средств областного бюджета были выделены деньги на благоустройство общественных территорий в сельских населенных пунктах. Как ранее заявлял глава Среднего Урала, говоря о новых возможностях для сельских территорий, цитатом, «Принципиально важно, чтобы проекты создания комфортной среды реализовывались не только в крупных городах, но и в самых небольших населенных пунктах. Современная инфраструктура для занятий спортом, отдыха и досуга должна стать доступной для каждого уральца». Конец цитаты. Отметим, что на сегодняшний день в деревне Починок уже готов дизайн-проект по благоустройству Парка Победы. И уже скоро заявку подадут в Свердловскую область на участие в программе по созданию комфортной среды. В целом же главой Новоуральского городского округа Вячеславом Тюменцевым, администрацией округа, думой Новоуральского городского округа уделяется большое внимание развитию сельских территорий. Так мы неоднократно рассказывали о ходе программы по газификации в разных населенных пунктах Новоуральского округа, об установке новых контейнерных площадок, о замене старых ламп на новые современные на столбах уличного освещения, ремонтах сельской школы, детского сада и многом другом. В целом такой комплексный подход к повышению комфорта проживания в сельских территориях улучшает условия жизни в поселках, селах и деревнях. Анна Акрамова, Антон Пылаев, Новоуральская вещательная компания. А теперь к другим темам. Сегодня работники сферы культуры Свердловской области получили губернаторские премии. По итогам 2022 года отмечены 22 работника сферы культуры в области культурно-досуговой библиотечной и музейной деятельности. Новоуральскую делегацию возглавила Инна Лобова, заместитель главы Новоуральского городского округа по социальной политике. В числе лауреатов премии губернатора Свердловской области в библиотечной сфере авторский коллектив библиотечной программы «Возраст не помеха» Центральной библиотеки Новоуральска в составе Ольги Морозовой, Светланы Васильевой и Елизаветы Пылаевой. Цитата. «Учеными доказано, что творческая активность дарит людям старшего поколения самое важное – жизненные силы и желание жить. Увлечение интересным занятием помогает не только с пользой проводить время, но и сохранять интеллектуальную и физическую форму», говорят авторы. В Новоуральске в рамках проекта организован интеллектуальный клуб для пенсионеров «Скрепка», киноклуб для слабовидящих, предлагающий ежемесячный просмотр фильмов с тифлокомментариями, несколько клубов декоративно-прикладного творчества. Эти награды наши земляки получили в преддверии большого праздника. Уже завтра, 25 марта, страна встретит День работников культуры. Новоуральцы отметили эту торжественную дату накануне. Прошлым вечером не заканчивалась верница гостей театра музыки, драмы и комедии. Все вместе сотрудники сферы культуры встретили свой профессиональный праздник. Для них библиотеки, театры, музеи, дом культуры, художественные и музыкальные школы – не просто храмы искусства, а места любимой работы. Вместе они трудятся над созданием уникального имиджа Новоуральска. День работника культуры – отличный повод отметить заслуги лучших коллег. В этот день свои награды из рук почетных гостей, в числе которых министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина, получили десятки новоуральцев – люди, чьи имена вписаны в Книгу почета «Золотой фонд культуры». Это одна из давних традиций города. А завершил программу праздничный концерт. Традиционно театр музыки, драмы и комедии сделал подарок участникам торжества. Многие композиции посвятили времени цветения и подъема весне. И, конечно, труду работников культуры. Уже в следующую среду, 29 марта, в эфире Новоуральской обещательной кампании выйдет программа «Культурный акцент», посвященная торжеству и новоуральской культуре. Не пропустите! Музыка объединила юных исполнителей от Владивостока до Калининграда. Конкурс фортепиано и миниатюра давно вышел за пределы Новоуральска. А в этом году музыкальное состязание юных пианистов из разных регионов прошло уже в третий раз. Вот так Светлана Судакова посещает выступления дочки Маши. Девочка не первый год играет на фортепиано. Но все же перед жюри пока появляется не так часто. Я вообще всегда рядом с моей дочерью. Конечно, мне важно ее поддерживать в любых ее каких-то начинаниях. Самое главное, чтобы она сыграла в удовольствие для себя, для зрителей и от души. Немало ребят в тот день вышли на сцену. Ведь в конкурсе фортепиано и миниатюра приняли участие 108 юных пианистов из 18 городов России. Новоуральск представили 27 обучающихся детской школы искусств. Так что конкуренция была совсем не шуточная. Но так было не всегда. Конкурс-фестиваль фортепиано и миниатюра зародился в 2000 году в Новоуральске, когда музыкальная школа отметила 50-летний юбилей. В 2012-м конкурс стал проводиться как открытый городской. И в нем начали принимать участие юные пианисты из городов Свердловской области. А в 2021-м фортепиано и миниатюра вышла на межрегиональный уровень. Конкурс растет год от года, уровень исполнителей наших юных растет. Они радуют нас своими успехами, они увлекают своей игрой, что очень приятно. Так что прошло все замечательно. Мне кажется, что очень важно само стремление, увлеченность данным процессом. Потому что когда человек хочет, даже если он маленький еще человек, юный, он порой может совершить невозможное. Безусловно, комплекс способностей никто не отменял. Данные и технические, и пианистические, и руки, и все это понятно. Но тем не менее, желание, мотивация человека порой творит чудеса. Отмечу, что в этом году самыми юными участниками стали ребята 7 лет, а самыми взрослыми – 15. И невзирая на возраст, долю волнения почувствовал каждый. Я очень волнуюсь, и у меня главная цель – сыграть без одной ошибки и очень выразительно. А какое произведение играть будешь? Я буду играть старинный танец «Контерданс» и танец «Мазурка». Во-первых, надо выучить правильными пальцами, во-вторых, сыграть без ошибок и выразительно. Мне 9 лет. Я учусь в музыкальной школе во втором классе. Я планирую сегодня сыграть произведение «Необычное происшествие» и «Танец дикарей». Мне хочется узнать, у тебя вообще большой опыт игры на фортепиано? Ну, я считаю, что у меня небольшой опыт, но есть опыт. А вот как тогда собираешься жюри покорять, если опыт небольшой? Ну, я хочу хорошо исполнять динамику, чтобы было выразительно. Мне нравится играть, потому что, ну, мне кажется, у меня есть талант к этому, и я хорошо запоминаю разные произведения. Фортепиано и миниатюра – это не только состязание в нескольких номинациях. Для юных пианистов – это возможность показать свои творческие возможности публике. А для некоторых – это и вовсе один из первых выходов на сцену. И все же ребята преодолевают себя и выходят, чтобы поделиться со зрителем частичкой своего искусства. Валерия Конева, Антон Пылаев, Новоуральская вещательная компания. Любите спорт, родину и соревнования? Тогда вам нужно на патриотический триатлон. И нет, это не тот стандартный вид спорта, представляющий собой плавание, велогонки и бег, а другое направление, которое связано с военно-спортивными играми. Подробности в сюжете Алексея Кузнецова. А за сколько вы бы смогли разобрать и собрать автомат, справиться с препятствиями и пронести команды раненого бойца? Так вот, патриотический триатлон – это новая военно-спортивная игра, которая прошла в Центре патриотического воспитания. Слово «триатлон» присутствует не просто так. Все потому, что он связывает в себе три этапа испытаний. Это исторический этап, вот как раз сейчас он происходит у нас за спиной. Далее команды пойдут на полосу препятствий, потому что там будут тоже очень интересные испытания, начиная от того, чтобы преодолеть какое-то препятствие, заканчивая тем, чтобы наложить жгут, оказать помощь товарищу, так скажем. И далее они пройдут на сборку-разборку макета автомата Калашникова. Для нас это первая «Ласточка». Военно-спортивные игры в таком формате мы проводим первый раз. Дали мы имя «Патриотический триатлон». Надеюсь, что это станет доброй традицией. В чем отличие от традиционных военно-спортивных игр? В том, что мы решили привлечь не только школьников или кадетские классы к участию в данном мероприятии, а студентов, молодежь, педагогические коллективы, родительские коллективы. В соревнованиях побороться за победу пришли четыре команды. Студенты из медицинского колледжа, из НТК и ребята из колледжа МИФИ, а также педагогический состав школы номер 40. Это первый мой такой опыт в таком мероприятии, в таком амплуа. Интересно, необычно. Серьезно тренировалась по сборке-разборке автомата и снаряжению магазина. Раньше никогда этого не делала. Но вот в наше непростое время может, а вдруг пригодится, кто знает. Но физическая форма вроде бы всегда в порядке была. Поэтому, наверное, этим объясняется, что у нас все учителя, часть учителей физкультуры, часть учителей ОБЖ, поэтому результат получается у молодых выигрывать. Но здесь тоже очень важна тактика, стратегия. Кто бежит первым, кто бежит последним, кто за какой угол берет. Сильные, слабые, кто впереди. Все нужно продумывать, все рассчитывать. Каждая мелочь важна. Эмоции положительные. Вспомнила, как собирать, разбирать. Как вообще, когда ты держишь в автоматах руках, какие у тебя эмоции? Ну, адреналина от соперничества с другими командами. Как вообще сложно было это разбирать и собирать? Нет, довольно легко и создаешь последовательность. Какой результат? Я за 50 секунд собрала и разобрала автомат. Что можешь сказать своими словами о патриотизме, о любви к родине? Я думаю, это нужно. Это должно быть в каждом человеке. И то, кто хорошо, что сейчас его прививает. Патриотизм – это любовь к своей родине. Кроме того, он подразумевает гордость за достижения своей страны и своего народа. Человек с сильными патриотическими чувствами придает большое значение культуре, традициям и значимым историческим событиям. Всех, кто прошел военно-спортивные игры «Патриотический триатлон» можно назвать настоящими патриотами своей страны. Алексей Кузнецов, Геннадий Донгузов. Новоуральская обещательная компания. Сегодня на этом все. Спасибо, что сегодня были с нами. До новых встреч в эфирах Новоуральской обещательной компании. Новоуральской обещательной компании.